Включение срочное. Только я вам записывала видео. Время 3 часа. 25 минут. Сережа уехала в аптеку. Замазил доктор Мом и морской водой для горла. У меня есть для носа. У меня першит очень сильно в горле. Видимо, сегодня шестая неделя. И ребенок, видимо, стал развиваться. У меня иммунитет сильно ослаб. У меня сейчас акашель. Я уже все, что можно, сделала. И чай попила с лимоном. И воды попила. И почитала, можно ли сосачки. Сосачки не доктор Мом, не степсис, ничего нельзя. И, в общем, я уже говорю, да, извини, я тебя разбужу, потому что нужно что-то мне делать. Я уснуть не могу. Я ложусь. У меня вот здесь першит. Я не могу уснуть. Вот он поехал сейчас в аптеку. Купит мне воду для горла морскую. И купит мне... Что я вам сейчас говорила? Я уже забыла. В общем, вторую ночь не спим. Жизнь какой-то. Надеюсь, это все не зря. Это просто иммунитет ослаб. Ребенок развивается. Сегодня получается уже ровно пять недель. Блин, почему камера сюда высвечивает? Как вам показать? Вот ровно пять недель. Он уже размером ягодной черники. То есть уже сердечко сейчас будет развиваться. И, видимо, у меня иммунитет из-за этого ослаб. Так что он как-то вот так. Еще написано, что можно доктор Мом-сироп. Я вот мазь попросила Сережку пить. Сейчас вот здесь намажу. А тут вот, думаю, поможет. И водой промою горло. А завтра буду ингаляции делать. Из трав можно ингаляции делать. Если нос заложен, то в нос и через рот выдыхать. А если рот, то через рот и в нос выдыхать. В общем, завтра утром вернусь и запишу вам продолжение. Друзья, я к вам. В общем, прям с кровати. Сейчас я хочу фокус наладить на себя, чтобы видно у меня было. И рассказываю, что у меня сегодня произошло. Так, вроде фокус наладила. В общем, как видите, мое состояние не в состоянии. Я вызывала скорую. Мне приходила бабушка. Сегодня у нас вот ночью Сережа съездила за таблетками. Мне перешило горло. Давно уже. И у кого было так, кто был беременны, напишите, пожалуйста. Мне все равно так интересно. Не было ли каких-то последствий. Вот. Я, в общем, накуталась. Утром было 37,3. Потом я накуталась. И у меня было уже 37,8. Но градусник электронный сегодня Сережа купит мне после работы обычный. И я просыпаюсь от того, что я спала под теплым одеянам, в теплых носках и в халате теплом. Прямо меня так знобило и низ поясницы очень тянуло. И до этого я вам вроде рассказывала, что мы вызвали платную скорую. Мне ничего особо не сказали. Я была на массаж завтра записана. Плюс, послезавтра я была записана на неврологу. Как я думала, что это от этого. Вот. Ну, в общем, все отменилось, потому что я стала с температурой. И позвонила бабушке Сереже во вторую. Думаю, если бабушка занята, позвоню маме Сереже. И приеду, сготовят. В итоге бабушка смогла, приехала, сделала суп. И когда я проснулась, время было 6, у меня температура 38,2 была. Вот, сейчас расскажу из-за чего. И, в общем, вызвали врачей бесплатно. В платной мне вообще не понравилось то, что приезжала. Просто за 5 минут срубили 3 500 и уехали. Я разочаровалась, они мне ничего толком не сказали. Она мне не посмотрела горло, она меня не прослушала нормально. Она мне не проверила, где у меня, почему валит. Здесь же пришли 2 девушка и женщина. Очень приятные. Прям я удивлена бесплатными услугами. Я всегда думала, что платные, как бы, наоборот. Надо. Там же деньги платишь. Поэтому хорошо относится. Нет. И, в общем, она прослушала, посмотрела горло. А там мне горло даже не смотрела. Температура у меня первый день, она сказала. Когда температура началась. Дала обычный градусник. Не выключилось? Нет. Дала мне обычный градусник. И у меня тогда было 37,9. И она сказала, что нельзя в тёплых носках ходить, которые у меня вязаны. Нельзя тёплую одежду одевать и спать под простынкой. А я под тёплым одеялом. Потому что из-за этого вот такая температура высокая была. Посмотрела горло, прослушала, почки потрогала. Вот тут внизу всё потрогала, болит ли у меня или нет. Вот я ещё сказала, что у меня калит. Она проверила. В общем, она проверила вот и до. И такой был момент. Она говорит, носки снимай. А, сердце ещё посмотрела, одела на руку. И сердце бей не послушала моё. Сказала, что горло чуть-чуть такое. Я говорю, у меня ещё... Она спросила, есть ли сопли. Я сказала, да, мне нос закладывает. Но я вот пользуюсь вот этим. И ещё. Вчера Серёжа ночью у меня купил. Или сегодня утром. Вот такой доктор Мома. Это мазь. Я мажу на нос. И сразу прошибает нос. И вот сюда на грудь. Вот. Помогло. Мне понравилось. И значит, потом, когда она ушла, я меряю температуру. А, и она сказала, либо госпитализация. Но я не хочу, потому что там можно чем хочешь заразиться. Вот. Либо завтра вызывает терапевта. Она вызвала на завтрак нам терапевта. Завтра придёт. Я буду одна опять после двух. И посмотрим, что она скажет. И мне температура 37,2. Она сказала, если будет 38,5, срочно вызывай госпитализацию. То есть звоню, говорю, так и так. Я сейчас вызывала скорую. У меня поднялась температура 38,5. И мне нужна госпитализация. Меня заберут. Надеюсь, что этого не будет. У меня сейчас нос закладывает. От этого болит голова. Я сказала, если температура будет выше 38, выпить процитамол или анальгин. Вот у меня было 38,2. Я выпила процитамол. У меня сейчас 37,8. Не знаю. Вот такая вот реакция. Я переживаю. Так что ничего плохого она не сказала мне. Поэтому буду дальше лечиться. Приоткрыла чутьёх ног, потому что здесь душно. Из-за этого закладывает нос. Она спросила, тошнит ли меня. Я сказала, нет. Вот только вот это вот состояние мучает. Вот это вот здесь заложенность. Но я читала, что это прогестерон растёт. ХГЧ растёт. Вот поэтому такое состояние. И градусники-то электронные вообще. Не надо их покупать. Хотя батарейку поменяли, но он мне правда показывает. Так что как-то вот так. Мне Серёжа сейчас в 12 домой поедет. Купит мне обычный градусник. И буду им ртутным пользоваться. Надеюсь, что пройдёт завтра. Поэтому завтра. А, сегодня 28, 29. К вам вернусь и покажу. Расскажу, как у меня самочувствие. Так что ночью сегодня от этого першения вообще не спала. Сейчас целый день пью чай. Ягодный. Именно с ягодами прям. И поэтому мне как-то вот легко разговаривать. Утром вообще и ночью разговаривать не могла. Так что посмотрим, чтобы дальше лежу. Телевизор смотрю. Уже шея от лежа не болит. А что делать? Думаю, можешь сходить хотя бы видео выложить. Смонтировать. Сидеть. Не знаю, посмотрим сейчас. Так что вот. Я опять вот в таком вот состоянии. Не очень. Но я смотрела такие влоги. Мне очень нравились. Не так, когда человек сидит накрашенный. И рассказывает то, что было. Я по факту решила снимать. Сегодня у нас уже следующий день. И вчера я бы рассказывала, что вызвали скорую. Я так есть хочу. Я сижу, в общем, ем макарошки с сосиской и фрукты нарезала. Голос сел. Но у меня сегодня отхаркивается кашель. И капли... Ой. Нос течет ручьем. Здесь у меня компот. Мама Сережа не давала ягоды. Смородину. Сейчас попью. Много вкусно. А у меня еще пропал немного вкус такой. Ешь, как будто все пресное. Сейчас, секунду. Сегодня мне уже подлегче. Я сейчас принесу, вам покажу. Секундочку. Забыла показать. Сделала тест, пока он не погас. И сегодня 29-го, 23-го 2-3 недели показывала. А сегодня он показывает 3+. То есть все хорошо. Из-за этого я исполняла. Но выгляжу я вообще не очень и разговаривать долго не могу. Начинаю кашлять. В общем, вызвали терапевта. Позвонили утром. Бесплатно вызвали. На минутку я никогда не вызывала. Простите, я просто очень хочу. Не вызывала терапевта бесплатно. Вот будет. Сижу, жду. Сказали в течение дня ждать. Все рассказала. Температура 37. 37,1. Но самый большой утром был 37,5. То, что я укрылась. Сейчас немного такой узноб тянет поясницу. Вот. Очень хорошо я ем фрукты. Мне не тошнит. Вообще не тошнит. Не знаю, наверное, пока что. Я так думаю. Каранты не остыли. Вот. Поэтому я буду кушать. Потом, что мне скажет терапевт. Мне главное вот насморк убрать. И чтобы кашель прошел. Чувствую я себя получше. Я уже могу вставать. Уже хочется кушать. Не то, что вчера. Смотрела тоже видео. И девушка так же болела. Так же на шестой и пятой неделе болела. Тоже был заложен полностью нос. Когда, конечно, не дышит нос, это ужасно. Поэтому я буду кушать. И попозже к вам вернусь. Хотела вот впечатлить. Жалко, что я не накрашусь. И на мою голову. И не сфотографирую. Но я на память запечатлила. В закрытую папку пока что. Когда первый триместр пройдет. Расскажем всем. И там уже выложу все фотографии, которые мы сделаем за этот период. Так что, встречусь с вами попозже. У нас уже вечер. Не знаю, у меня получше или похуже. Температура была 38,1. Приходил терапевт. Молодой мальчик. Я в логе вам уже это рассказывала. Как он, но я просто не говорила, что я беременна. Приходил терапевт. И мальчик молодой, лет 19. Но вообще мне понравилось то, что он все знает. Все прям разложил по полочкам. То есть не вот. Вы придут лет 50. Женщины, которые уже всю жизнь проработали. И для них это обычное дело. Простите. И он все прям разложил по полочкам. Сказал купить ингалятор. Он сказал, если ингалятор, я говорю, нет. Можем купить. Он все написал. Ингалятор. Расторглазал ван. В общем, сейчас все покажу. Когда Сережа придет. В общем, жду его из аптеки. Даже сейчас домой едет. И что еще? Пошла я в туалет. У меня были розовые выделения. Как в первую беременность. Это нехватка прогестерона. На пятой неделе. У меня в эту беременность все по-другому. И поэтому у меня просто нехватка прогестерона. Я его принимала два дня. Потом подумала, не нужно больше. Вроде все хорошо. Тест показал три недели. То есть ребенок развивается. И не стала его пить. Зря. Нужно было пить. Потому что у меня все-таки в организме. Так как у меня до этого месячные были нерегулярные. Прогестерона не хватало. Простите за мой вид. Просто вот я сегодня так выгляжу. Я вот уже стала пить опять. Сейчас посмотрим, что будет. Пока вроде больше нет выделений. Они должны быть один-два дня. Это как бы ребенок растет на пятой неделе. Но вы можете это в интернете почитать. Ребенок растет. Если кровянистый, то нужно срочно скорую вызывать. А у меня розовый. Такие светлые. Сверхлые. Почти как желтые. Вот. Нехватка прогестерона. И ребеночек плохо развивается. И вот я опять выпила Доржестан. Его можно внутрь выпивать. Либо вот. Ну как бы вставлять. Как свечку. Но как свечку вставлять. У меня побочка зуд очень сильный. И там все склеивается. Невозможно подмыться. Там. Ну в общем мне не нравится. А так как у меня с желудком вроде все хорошо. Я вот выпила. И у меня начинается отникло окружение. Тут Доржестана. Я заметила небольшие. Так. Голова чумная. Вот. Сейчас выпила. Посмотрю что будет дальше. Обязательно вам скажу. Будут следить с событиями. Переживаю. Но стараюсь себе наладить на хорошее. Потому что почему-то уверенность. У этого все будет хорошо. Сейчас вот этот прогестерон восстановится. В общем ребенок начинает питаться. Так как сердечко прогестерон становится меньше. И из-за этого вот так вот получается у многих. Но это не критично. Все назначают Дюфастон и Утаржестан. У меня Утаржестан в ту беременность помог. И ребенок хорошо тогда развивался. Но просто хромосомы не сошлись. Как бы много было. А так сейчас у меня и по срокам все хорошо и растет. Он в общем все хорошо. Поэтому я просто решила Дюфастан попить. Первый триместр. Потом пойду к врачу. УЗИ сделаю. И посмотрим что он скажет. Так что пока вот такие вот у меня новости. Так друзья. Мы купили. Гальцедо остаток. Не купила. Меня спасет. Спасет. Игулятор вот такой вот. Прикиньте. После 12 часов в формании не действует бонусная карта. А там у него было 500 баллов. Но он их не использовал. Потом. Вот такой лозанлан раствор. Хлорид. И это для промывания. Он более сильный. Вот мне его прописали. А для носа мне ничего не прописали. Потому что сказали нельзя беременному. Для носа ничего. Пойдем туда. В комнату пойдем. И будем проверяться. Да? Да. Просто у тебя зарядка. Если я окно открыл проветрить. Правильно. Давай. Правильно. Подсаживайся. Я плохо выгляжу. Ничего страшного. Просто заболеваю. Вот инструкция. Тут есть. О смотри. Вот эта маска не маленькая. Надо мыть. Провод. Наверное. Который вот тут. А чего она такая маленькая? А? Она растягивается? Она растягивается. Так. Это вот. Нос вот так. Да? Да. Вот так вот она будет? Угу. А это для детей. Смотрите. Угу. О. А еще можно прям горло. У меня это. А это чего такое? Вот. Туда в колбочку наливается раствор. Еще какие-то фильтры. Я не знаю, для чего это. Сидите там, не снял. Слушай, прикольный, да? Такой качественный. Угу. Аккуратный. Какой тяжелый. Ладно. Он нам и в будущем пригодится. Казать поблизости. Сейчас мы его включим. Так. Давайте мы раствор зальем сейчас. Выключим камеру. А потом я вам покажу, как он работает. Потому что мы сами еще ничего не знаем. Здесь вот что прописали мне. Только я не стала виферон свечи брать, потому что мне нормально... Три дня. Это правильно написано. Три дня, да. Вот. Потом парацетамол. Полоскание. Это полоскание. Где для полоскания? Заешь. Заешь. У тебя тут? Ты лежишь, что ли? Кто? Фурцелин? Вот он. Вот. Для полоскания. Мне Сережа сейчас объяснит, как им пользоваться. Потом лазалван. Вот мы сейчас... Нужно залить его. Только читаем, сколько. И вот это надо залить. Тоже сейчас будем считать, сколько. Давай, читай. Смотрите, как выглядит. Вот так вот все быстро. А 2-3 миллилитра... Вот они, миллилитры. Видишь? Давай по 2 пока. Одну, 2 ингаляции. Ну вот давай одну. Мы сейчас сделаем, завтра днем сделаем. А ну по одной он сейчас сказал делать. По одной сказал. Да. Вот. Смотрите, такая штучка. Включается здесь. Сколько надо тебе делать? Еще для малышей есть. 2-1. Давай 2 сделаем. Еще для малышей такая есть. Открывай тюбик-то. Сейчас, Зай, покажу. Так, и еще. Фильтр вставлять, наверное, надо. Потом. Зачем? После того, как зальешь. Чего? Я не туда заливать-то. А куда же? Вот сюда. Здесь будет он заходить. Парта будет отсюда. Идти ты чего? Я думала, он вот сюда. Нет. А давай инструкцию почитаем. Это здесь фильтр. Ты дышать будешь чем? Откуда ты будешь идти? Вот отсюда. А вот еще грамм. Извините, я лох. Не смейтесь надо мной. Я луканулась. Фильтр сюда вставляется. Открывай. А, вот она открывает. А, вот он фильтр есть уже. Вот она открывается. На, открой. Вот я лох. Я бы сейчас одна тут намутила бы. Сколько надо-то? 2-3 миллилитра. 2 себе сделаю. С такими действиями мы спать завтра ляжем. Папи Микки, мы с тобой скоро врачами будем. Что ж, теперь мне ничего не делали, что ли, ты хочешь сказать? 2, мне кажется, будет мало. Ну давай, не надо. У нас же еще один раствор. Так это 2. Не надо больше. У нас еще один раствор. Вот 2. Это что это такое? Нормально. Давай, если что добавим один. Я держать вот это буду. А ты туда же налей. Сколько вот этого натрия надо? Там написано? Почему туда же, не туда же? А куда же? Ты что? Отдельно одним, отдельно другим. Нет, все вместе. Отдельно одним, отдельно другим. Нет, все вместе. Читай. До трех, до трех-четырех раз. Отдельно одним, отдельно. А тут мне написали отдельно, надо смешать. Нет? Это два разных компонента. Таких соль. Ну ладно, давай. Я полный лох. Я не буду выкладывать это видео. Шучу. Сейчас бы я тут нас собирала. Включаемся? Подожди, не включайся. Тогда тем более, два миллилитра хватит. Почитаем сейчас. Здесь миллилитры подписаны. Сейчас подсочеку. Забыла вам заснять живот. И сегодня у нас шесть недель и два дня. Вот так выглядит. Я много пью воды. И вот этот живот у меня всегда. То есть, можно сказать, ничего не поменялось. Вообще ничего. Вот так вот он выглядит. Посмотрим, что будет дальше. Втянуть. Вот, я прям втягивать не буду. Но вот. Ну, такой живот у меня всегда. Поэтому ничего пока нового у меня не случилось. Девчонки, у нас сегодня уже 31 марта. Завтра 1 февраля. Уже месяц прошел. Весны недавно. Новый год был. Уже весны прошел. У меня такие яркие брови. Я вчера вечером, не вечером, после 4-х себя нормально чувствовала. Ну, то есть, могла вставать. И решила сделать брови. И голову помыла. Сзади этот хвост все равно еще. Как раз сейчас красить волосы не буду. Отрастут. В общем, хочу с вами поговорить про симптомы. У меня насморк. Но сегодня лучше. Потому что я вчера целый день дышала над картошкой. Ингаляция, которую я вам показывала, она мне не помогла. Она сделала еще хуже. И я прочитала, что, оказывается, некоторые терапевты даже запрещают. Так как она, вот это лекарство попадает в бронхи и провоцирует их еще сильнее кашлять. То есть, вы харкиваете еще сильнее. А так, как при беременности может тонус начаться, то этого делать нельзя было. Мне вчера хуже было. Я вчера уже не делала эту ингаляцию. Но там для детей еще есть маленькая ингаляция. Мы оставим. Вдруг понадобится еще. Потому что, когда я не буду беременная, то, когда рожу, уже... Может, ингаляцию можно будет другими средствами делать, нормальными. И уже поможет. Ну, в общем, оставим. Мы ее, наверное, не зря купили. Вот. Вечером у меня начался тасикоз. Где-то с трех часов я вчера себя чувствовала прям тошнотиком. Но, знаете, я его так особо не ела. И тошнота чувствовалась, но где-то вдалеке. Бывает у меня такое по утрам. Когда я не беременная была, у меня такое было по утрам. Поэтому я не особо обращала на это внимание. И мне вообще казалось, что мне кажется. Просто кажется. Когда вечером... Я уже была достаточно голодная. Я прям чувствовала, что я очень голодная. И вечером я попросила, чтобы Сережа заехал. Купил наши вкусные лапши. Лапши делают со свининой на растительном масле. Там кунжут, всякие овощи в ней. Она не острая. Мясо делается на углях. И это очень-очень вкусно. Очень вкусно. Я так ждала. Я делаю буквально три ложки, три вилочки. Пробую. И у меня чуть ли не выходит это все обратно. Я бегу в туалет. И боеваясь, что я прям до слез. И я не могу. Вообще самое страшное для меня это тараканы и рвота. Поэтому я прям до слез. Сережа смеется. Говорит, ты чего? Ничего страшного? Можно, говорит, я тебе на камеру сниму. Чтобы нам на память с тобой оставить. Мы потом с тобой смеяться будем. У нее не до смеха. Гормоны, кстати, играют. Да. И сегодня у нас шесть недель и три дня, по-моему. Пять недель или три дня. Сейчас шестая неделя идет. Значит, пять недель и три дня. Вот. И поэтому... Сейчас уже четвертый день. Ну, в общем, где-то вот так. Либо пять недель и три дня. Или пять недель и четыре дня. Утром нет. У меня нет ничего. Детоксипод. Зачем? Сегодня, кстати, температура... Ровно 37, простите. Быстрая утомляемость. Грудь болит через день. Но уже не так, как болела в первые недели до месячных. И когда должны были прийти. Болит через день. Да, соски грубые. Жесткие такие, знаете. Ну, нет такого у меня, что прям мне не дотронуться там. Ну, лифчик я не ношу. Я ношу мягкие лифчики. А дома вообще не ношу. Поэтому мне несложно. На улицу пока не выхожу. Потому что я сейчас наглотаюсь холодным воздухом. У меня опять все будет заново. Сегодня мне вот вообще полегче. Я встала, покушала. Полноценно покушала. Пью целый день чай. Сейчас тоже буду опять дышать над паром. Я вообще решила не варить картошку, а просто кипятить воду и над этим паром дышать. Так тоже спасает. И все вот здесь вот убирается. Еще мне теплый компресс. Компресс, что это называется? Посоветую. Когда мочишь теплой водичкой горячую ткань и сюда кладешь. Вот я так делаю. Тоже неплохо прям снимает это воспаление. И что еще? Ну, вот нагляться мне не помогла. И кашель, который мне не дает покоя. Отхаркивающий до сих пор. Вот сейчас разговариваю не кашляю. Утром все утро кашляю. Посмотрим, что будет к вечеру. Но у меня кашель всегда долго. У меня кашель обычно лечит в месяц. Ну и пока все. Посмотрим. Сейчас уже время пять. И пока меня не тошнит. Но я сейчас хочу покушать, потому что я ела только утром две сосиски, фрукты и овощи. Все очень хорошо заходят. Я думала, что токсикоз меня не возьмет. Я думала, что у меня не будет токсикоза почему-то. Но я собираюсь завтрашнего дня работать. И вот думаю. Я записала некоторых девочек на 6.30 вечера. А там у меня точно будет плохо. Токсикоз пока в вечернее время приходит. Вчера у меня начался токсикоз в час ночи. Сережа в 12 ночи приехал. И в час ночи мы сели есть. Вот он у меня начался. Утром нет. Утром, пока я голодная, у меня никогда нету. Так, что говорить я долго не могу. Так что видео будет длинным, наверное. Ну, наверное, это... Давайте так. Вот этот месяц, это первая часть. Вот сейчас буду видео заканчивать. И уже продолжу его завтра с первого. Там, либо когда у меня будут симптомы. С первого, получается, апреля. Потому что видео уже длинное получается. Я сейчас обработаю и сохраню. Потому что у меня и на флешке не будет столько памяти. Я сейчас всю память забью. Подводя итоги месяц беременности, которые я узнала. Сейчас получается у нас беременность у меня с 21 февраля по... Это, как считают кушеры. На самом деле, уже оплодотворение происходит позже. С первого дня последних месячных. Это для девочек, кто не знает. Вот, поэтому с 21 февраля и сегодня у нас 31 марта. То есть месяц и 11 дней. Вот такие у меня были симптомы. Вот так у меня все прошло. И уже давайте каждый месяц будут отдельные выкладки. То есть следующее видео выйдет с 1 апреля по 30 апреля у меня будут мои симптомы. Мне так будет легче видео записывать. Они будут не такие длинные, как бы. И мне легче будет. И там уже будет у меня второй месяц, два месяца, третий уже пойдет почти. Поэтому мне так будет проще. И вам будет интересно смотреть. Потому что видео очень длинные получаются. Все, есть симптомы все. Низ не тянет. Живот болит от кашля. Утром встаешь, болит пресс. Так что, когда вы беременны или вы планируете, пожалуйста, не болейте. Потому что это самое, правда, это самое ужасное, что может быть. Из-за этого я не смогу сходить на УЗИ. Но вот в следующем месяце, 10-го, я хочу записаться на УЗИ как раз ходить. Но это будет не видео, которое в... Вот это вот такое же видео. Это признаки беременности, симптомы. А это будет видео, которое у меня прям самое первое выйдет. Я буду в том видео снимать. Поэтому видео будут разные. Но все будет подряд. Поэтому вы сможете все посмотреть. Каждый день буду выкладывать новые видео, когда я решу это рассказать на Ютубе. Посмотрим, что дальше будет с токсикозом. Но вчера мне прям было страшно. Так что как-то вот так. Больше симптомов я называть не могу. Еще у меня уже надоедает очень сильный чай. Я клюкву делала. Вчера весь день клюкву пила. Мне тоже уже от нее плохо стало. И вздутие есть. Живота небольшое. Но так как у меня калит, из-за этого вот у меня вздутие всегда. Поэтому я стараюсь есть. То есть я сейчас буду делать гуляш в мультиварке. То есть он получается такой прям мягенький. И с гречкой. То есть у меня будет нормально. А если вот что-то съем такого, не очень. И на сливочном масле я сделаю сегодня. Не на растительном. Вчера было очень много жира. И из-за этого у меня стало прям плохо. А, и вот в чем. Я подумала, что раз токсикоз. Ну вот девчонки бывает ничего не могут есть. Но я вчера не стала есть вот это вот жирное. Потому что я смотрела. Девчонок тоже рассказывали, что именно от жирного плохо было. Я пошла и сделала молочную рисовую кашу. У меня не осталось пакетика этого. Наверное, нет. В общем, каша, она называется Мистраль вроде. И она рисовая. Она рисовая с кокосом. Она одна единственная такая. Там есть еще с вишней рисовая такая. Ну и овсяная есть каша. Она тоже очень вкусная. И вот именно с молоком. У меня на молоко до беременности была как аллергическая реакция. Я ее не переносила в молоко. Я могу чуть-чуть попить молока или съесть кашу. Мне плохо. Мне вчера так зашла каша. Мне не было плохо вообще. Мне не тошнило. То есть я вместо вот этого всего я вечером просто съела кашу. То есть я могу есть. Мне очень хорошо от яблока. Ред вот я брала сосиски. Бутерброды, сосиски. Утром я кушала с хлебом. Потом кашу. Вот эти вот разные каши с молоком. Очень вкусно. Но я туда фрукты не добавляю. Я в прикуску ем. Вчера я просто эту рису с кокосом кашу ел. Очень вкусно. Рисовая каша с кокосом. Так что с кашей мне хорошо. И овощи хорошо заходят. Но я чищу. Я даже у яблока чищу верх. Потому что мне кажется, что там... Во-первых, кожура у меня не переваривается. Во-вторых, мне кажется, что там много микробов, которые поступят мне прогонить. Все-таки натирают яблоки воском в магазине. Вот эта вся грязь не смывается. Я просто чищу йогурцы. Помидоры я кипятком ошвариваю немножко. Кожицу промываю тоже. Поэтому можно средства купить, которые... Ну, не знаю. Я не знаю пока хорошего средства, которое хорошо отмывает. Так что вот не именно. Меня именно из жирного тошнит. А с кашей вот молочной вкусной не тошнит. Она мне вчера очень хорошо зашла. Я прям накушалась и уже спокойно легла спать. Вот. Ещё бы и не кашель. Вот пусть даже чуть-чуть насморк будет. У меня нос не очень заложен, но заложен. Ну, вот этот вот кашель, который мне разговаривать мешает существовать. Ну, и под вечер где-то клонит в сон. То есть я вот час поделаю дела сегодня, час отдохну. Сейчас вот мясо сделаю, пойду отдохну. Потом доубираюсь на кухне и уже буду отдыхать. Так что как-то вот так. Ну, за счёт того, что, наверное, я целый день пью чай с лимоном, с мятой, разные, я не хочу спать особо. И вставать я стала утром, я раньше не могла встать рано, а сейчас я встаю в 7 утра и не могу уснуть. Но потом схожу в туалет, полежу, посижу в телефоне полчаса и потом уже ложусь, засыпаю с Серёжей до 12. Так что как-то вот так. А работа я планирую в 9-12, но когда я не знала, что перебинаю, я ещё записала на 3 часа и на 6 вечера некоторых девчонок. Если мне действительно так будет плохо каждый вечер, то я тогда перенесу их на день, на субботу или воскресенье. И буду работать только в 9 и в 12. Так мне будет проще и мне не будет так тошно, если мне вообще не работать. Так как я работаю дома, выходить мне никуда не надо, потом я могу спокойно пойти погулять, у меня целый день свободен. Плюс я точно не простужусь, если на улице будет дождик. Я просто дохожу в другую комнату. Но естественно я потом уже девочек скоро, когда схожу на УЗИ, встану на учёт. Я естественно их предупрежу, чтобы они больные не приходили. И я всегда каждый раз, когда девочек записываю, пишу, если у вас есть кашель или какие-то простудные заболевания, я могу даже во время наращивания отправить. Но если вдруг так случится, что у меня девочка придёт с кашлем, ляжет на наращивание, скажу, ты извини, я в положении, и я не смогу тебя принять с кашлем, потому что я только проболела, это было очень тяжело. Приходи, выздоровеешь, приходи, потому что лечиться мне нечем будет. Опять же. Всё, друзья, буду заканчивать это видео, и переходите, смотрите моё следующее видео. А если вы вот-вот смотрите, когда я его только выложила, то следующее видео будет завтра. А вам спасибо огромное за обратную связь. Знаю, что вы мне будете поздравлять, писать. Спасибо вам за поздравление. Пока что ничего не могу сказать, что у меня что-то было сложное. В эту вторую беременность. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, будет всё хорошо. Поэтому скоро с вами увидимся в новом видео. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.